О создании Шанхайской организации сотрудничества официально было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае. Республикой Казахстан, Китайской народной республикой, Кыргызской республикой Российской Федерации, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан. До этого все указанные страны, за исключением Узбекистана, были участницами Шанхайской пятерки, политического объединения, основанного на соглашении об укреплении доверия военной области в районе границы Шанхай и соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы Москва. Два этих документа заложили механизм взаимного доверия военной области при граничных районах, способствовали установлению поистине партнерских отношений. После включения в организацию Узбекистан в 2001 году пятерка стала шестеркой и была переименована в ШОС. Нужно отметить, что Шанхайская организация сотрудничества – это одна из самых динамично развивающихся структур, которая реализует свои интеграционные процессы на пространстве постсоветском, в Центральной Азии. Но уже сегодня ее интеграционные процессы вышли за пределы региона и целый ряд стран, в том числе из арабского мира, они начинают проявлять интерес к этой организации. Задачи Шанхайской организации сотрудничества первоначально лежали в сфере взаимных внутрирегиональных действий по пресечению террористических актов сепаратизма и экстремизма в Средней Азии. В июне 2002 года на Санкт-Петербургском саммите глав государств ШОС была подписана хартия Шанхайской организации сотрудничества, которая вступила в силу 19 сентября 2003 года. Этот базовый уставной документ, фиксирующий цели и принципы организации, ее структуру и основные направления деятельности. В сентябре 2003 года главы правительств государств-членов ШОС подписали программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества, рассчитанную на 20 лет. Совсем недавно в Самарканде проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества, где по завершению президент Турции заявил о том, что его страна готова стать полноценным членом ШОС. Напомним, входящая в НАТО Турция является партнером по диалогу ШОС. Вопрос о присоединении будет поднят в рамках переговоров в Индии. Нужно понимать, что Турция просчитывает те тенденции, которые сегодня развиваются в Центральной Азии, на постсоветском пространстве. Турция понимает, что ШОС – это перспективная структура, в которой нужно быть, чтобы соответствующим образом сотрудничать с группой лидеров. Шанхайская организация сотрудничества очень схожа с БРИКС. Они похожи в первую очередь по набору участников и по тем целям и задачам, которые им обозначены. Но если говорить об отличиях, то БРИКС-структура более широкая. Напомним, что высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав государства. Он собирается раз в год и принимает решения по всем важным вопросам. В качестве официальных рабочих языков в ШОС признаны русский и китайский. По последним подсчетам население стран ШОС достигло 3,4 миллиарда человек. А совокупный объем ВВП государств-участников ШОС составляет около четверти от общемирового показателя. Елизавета Никитина, Универньюс.